Добрый день всем зрителям канала компании Альтфлора. Сегодня у нас очередной обзор на средства защиты растений от болезней. На этот раз речь пойдет о препарате Редамил Голд. Вообще-то для использования в личных подсобных хозяйствах Редамил Голд не одобрен, поэтому продается он от компании Сингента в канистрах для использования в сельском хозяйстве объемом 1 килограмм или 5 килограмм. Но поскольку этот препарат очень популярен у садоводов, особенно в сопредельных государствах, его можно приобрести в кустарной фасовке через интернет. И не так давно он был представлен в одном из крупных гипермаркетов в виде пластиковой тубы массой 12,5 грамм от компании Биотехнологии. Препаративная форма Редамил Голд это водно-диспергируемые гранулы. Действующее вещество Манкоцеп 640 грамм на килограмм и Мефеноксам 40 грамм на килограмм. из класса дитиокарбоматы и фениламиды соответственно. Аналогов у этого препарата нет, но для сельского хозяйства выпускается также другой Редамил Голд, не МЦ, как данные о котором мы рассказываем, а Р, с несколько другими действующими веществами и другим спектром действия. Чем же так хорош этот самый Редамил Голд МЦ, что многие садоводы стараются достать его, даже несмотря на то, что в обычных магазинах он не продается практически. Прежде всего он хорош тем, что это одно из самых эффективных средств от фитофтороза и ложной мучнистой росы. Он замечательно помогает от мелдью винограда, фитофторозы и альтернариоза картофеля и томата, пероноспороза и альтернариоза огурца и лука. Во-вторых, из Редамил Голд очень легко приготовить рабочий раствор, его гранулы прекрасно растворяются в воде. В-третьих, Редамил Голд является одновременно и контактным, и системным фунгицидом, за счет чего обеспечивает быстрый лечащий эффект и хорошую защиту, в том числе необработанных вновь отрастающих частей, растения на срок 1-2 недели. В-четвертых, Редамил Голд абсолютно не страшен, дождь, и можно опрыскивать даже во время того, как дождь идет. Ну и в-пятых, этот препарат не вызывает резистентности, то есть появление устойчивых к нему штаммов у возбудителей болезней. Он не фитотоксичен, то есть не опасен для растений и мало опасен для пчел. Недостатки у Редамил Голд тоже имеются. Во-первых, обрабатывать им можно только в режиме профилактики, только в этом случае он эффективен. Если же заболевание уже сильно развито, то Редамил Голд не поможет. Второй недостаток состоит в том, что он является очень сильно действующим ядом для человека, особенно в концентрированном виде, именно поэтому, судя по всему, он недопущен в нашей стране для использования дачниками. Ну и третий недостаток Редамил Голд, как я уже отмечал, состоит в том, что он не продается в магазинах, так как недопущен для использования в личных подсобных хозяйствах. И его достаточно сложно достать, то есть это только через интернет, какими-то кустарными фасовками, а это повышает риск того, что вы можете купить какую-то пустышку или фальсификат, или просроченный препарат. Регламент применения Редамил Голд. Для приготовления рабочего раствора в 10 литрах воды нужно развести 25 грамм Редамил Голд, расходовать от 3 до 10 литров раствора на сотку посадок, провести от 1 до 5 обработок за сезон с интервалом 10-14 дней, обрабатывать в период вегетации, начиная у винограда со стадии конуса листьев, а у картофеля со стадии смыкания ботвы в рядках. Хранить Редамил Голд можно в течение 3 лет при температуре от минус 10 до плюс 35 градусов. В баковых смесях можно использовать с другими препаратами, но только после предварительного теста на совместимость. Подвожу итог. Редамил Голд МЦ – это высокоэффективный препарат против фитофтороза и различных ложных мочнистых роз. Однако его слабая доступность садоводам и высокая цена перекрывают все эти достоинства, на мой взгляд, и поэтому можно заменить его другими более доступными препаратами, пусть и не такими эффективными, в лечении этих заболеваний. Поэтому, если у вас вдруг есть этот Редамил Голд, им вполне можно пользоваться хорошо. Если нету, то не стоит паниковать и пытаться обязательно его найти за любые деньги в продаже. Все. Ждем ваших отзывов, вопросов. Подписки на канал. Пока.